В Москве прошла ярмарка современного искусства Космоскоу – первое масштабное событие в мире культуры после вспышки коронавируса. В день открытия выставки гостиный двор был забит до отказа. Посетители, соскучившиеся по подобным мероприятиям, с любопытством разглядывали работы современных художников, внимательно слушали лекции и участвовали в открытых обсуждениях насущных вопросов. Поддержала ярмарку Космоскоу и компания Ауди, ставшая, впрочем, автомобильным партнером выставки уже не в первый раз. Для нас, для Ауди, поддержка культурных проектов – это уже часть нашего ДНК. Мы уже больше, чем 50 лет поддерживаем различные культурные мероприятия в области музыки, искусства, дизайна. Поэтому поддерживать Космоскоу для нас просто был логическим шагом. Может показаться, что между новыми автомобилями и современным искусством общего мало. Однако марка Ауди органично вписалась в общую экспозицию ярмарки. Особый интерес посетители выставки Космоскоу проявляют к этому не совсем обычному автомобилю. Это Ауди и Трон – первый полностью электрический кроссовер ингольштадтской марки, который наконец-таки приехал в Россию. Мировая премьера Ауди и Трона состоялась еще два года назад в Сан-Франциско. Россияне особо не надеялись, что новинка доберется до нашей страны, ведь у нас спрос на электрифицированные модели ничтожно мал. Однако продажи и Трона все же стартовали. Он появился в шоурумах в июле. В движение кроссовер приводит пара электродвигателей, развивающих в сумме 406 лошадиных сил. На одном заряде аккумулятора можно проехать до 400 километров. Первую сотню и Трон набирает всего за 6 секунд, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 200 километров в час. На стенде Ауди также красовался горячий кроссовер SQ8, поступивший в продажу в мае. Его вооружили могучим дизельным V8 с двойным турбонаддувом мощностью 422.